Здравствуйте! На интернет-канале Кошки ТВ с вами Елена Ефимова. 6 августа в Центре Семья специалисты социальных служб отвечали на вопросы граждан. Больше всего их волновал вопрос детского питания в школах и дошкольных учреждениях. Несколько десятков человек собрались в Центр Семья, чтобы узнать больше о государственной поддержке семей. Прозвучали на встрече вопросы, связанные с ремонтом дорог и благоустройством села. В школу пойдет 9 класс. Мне нужна помощь материальная. Помощь в чем, Елена Ефимовна? Денежное заражение? Одеть мне в школу нужно. Во-вторых, мне нужно купить уголь. Дрова и уголь. Наши социальные работники соберут весь необходимый макет документов. То, что касается вас. По углю мы давайте в рабочем порядке с Александром Владимировичем Сайхановым порешаем. Это вот от себя отмечу. И прям буквально через день, через два телефоны у нас ваши есть. Созвонимся. Я вам подскажу ответ. И по Владимиру Ивановичу Зубову какой он мне даст ответ. И по углю. Главное, это вопрос по материальной помощи. Особенно волновал житель вопрос о организации питания детей в школах и детских садах. И почему я должна платить 2 рубля 50 копеек за кусочек хлеба? А когда в нашем столовой райпо стоит рубль, рубль 50. Почему я лишнюю? Это только хлеб, а там еще много. На сегодняшний день на территории области такая организация пока, ну скажем так, одна. И которой нет никакой другой альтернативы. Это Красноглинский комбинат детского питания. С этим вопросом, с вопросом организации питания, нашим райпо, выходили к Харитонову. Неоднократно, нужно сказать, выходили с этим вопросом. Но на сегодняшний день Николай Петрович пока, скажем так, на себя вот такое обязательство не берет. Возможно, ближе к 1 сентября этот вопрос, мы его поднимаем постоянно. Можно сказать, и в июне этот вопрос поднимался. Вот, может быть, как-нибудь Виктор Николаевич. Единственная надежда только на него, что убедит Харитонову Николаю Петровичу все-таки взяться за этот вопрос. Конечно, в таком случае качество питания возрастет. Хотелось бы выразить благодарность Меркушиу Николаю Ивановичу за те мироподдержки, которые оказываются все-таки семьям. И мы это видим, и ощутимо. Хотелось бы, конечно, поблагодарить вообще за всю проделанную работу. Индивидуальный подход в приоритете. Теперь пообщаться с специалистами может любой сельчанин. 7 августа в Кошкинской школе состояла встреча под названием «Школа здоровья». Специалисты здравоохранения отвечали жителям на непросых. Остро стоял вопрос нехватки кадров в Кошкинской ЦРБ. Анатолий Михайлович Андреев рассказал о существовании программы поддержки молодых специалистов района. На льготных условиях, с направлением от нас, от лечебного учреждения. Мы сегодня в этом году не отказывали. Около 5 или 6 выпускников уехали от нас на учебу. Мы обязуемся в договорных отношениях компенсировать квартплату. Это в течение всего 5-6 лет. Мы обещаем не то, что золотые горы, и квартиры, и этот миллион, который приезжает. И сразу мы снимаем квартиру, оплачивает администрация, никаких затрат. Также был поднят вопрос о строительстве нового стадиона в селе Кошкин. Вот стадион. Я стараюсь там поддерживать форму. Видите, форма теперь закончена. Я хочу задать, будет ли там строительство, или намечается ли ремонт трассы, где мы пробежем. Потому что невозможно там находиться на стадионе. Я сегодня просто хочу сказать, что 53 миллиона сегодня в бюджете они есть. Значит, сегодня мы тесно работаем с министерством спорта, с министром тесно работаем, естественно работаем с департаментом. Сегодня закончилось проектирование этого стадиона. Проект уже привезли, нам показали. Очень красивый стадион с трибунами, с покрытием, с дорожками. Там будет и волейбольная площадка, будет и баскетбольная площадка. Значит, да, сегодня объявляем буквально в ближайшее время торги. 14-го числа к нам приезжает сюда руководитель управления по строительству. Значит, Арцебашев, значит, да. Но не скажу, что завтра начнется, понятно, опять сейчас вот, значит, на торги объявлено, надо выявить подрядчика. Но мы сегодня наставим, чтобы в текущем году начать это строительство. Там будет и волейбольная площадка, будет и баскетбольная площадка, прыжковая яма. Вот это будет все включено. Раздевалки будут, огорожены все возят, подъездные пути будут сделаны. Поэтому мне тоже хочется сказать, чтобы, в общем-то, все вот эти вот, да, дальше спортивные дела у нас продолжались. Мне хочется, чтобы вы все пошли на выборы, и мы показали Кошкинский район большой показатель по участию в выборах. Спасибо. Спасибо.